Скоро на экраны выходит вторая часть веселого и очень доброго мультфильма Ральф. Ну а сегодня мы поговорим о некоторых загадках, которые есть в фильме. И также сравним, почему злодей Турбо так похож на Ральфа. Итак, поехали! Сразу же хочу сказать, что несмотря на то, что Ральф это одноименный мультик с одной частью, полностью понять весь смысл мира было довольно-таки непросто. Поэтому я заново пересматривал мультфильм, дабы ничего не упустить. Я думаю, для вас это будет отличная мотивация, чтобы поставить лайк. Давайте начнем. Для тех, кто в танке и не смотрел мультфильм, я вам расскажу кратко предысторию. Ральф это злодей одноименной игры, который постоянно рушит раз за разом постройки своих коллег. Ему надоело быть злым, и он решает походить по другим играм, чтобы получить медаль героя. И доказать своим коллегам, которые являются героями, что он не абсолютное зло. И что злодей тоже имеет право на похвалу, на хорошие условия жизни и так далее. Также в мультфильме был злодей Турбо. Это гонщик из старой 16-битной игрушки, которая имела свою популярность у детей только благодаря тому, что у нее не было конкурентов. Но это единственная была игра тогда про гонки. Но как появилась другая похожая игра, Турбо быстро всем надоело и стало просто неактуальной. Перестали банально играть в этот автомат. Самого Турбо это очень сильно задело, и он влез в другую игру и попытался стать там первым. Но увы, игра заглючила, и в итоге Турбо добился того, чтобы оба автомата были отключены. И он сам, и автомат этой игрушки. В итоге он перешел в другую игру, где и остался под видом другого персонажа. Что же тогда отличает Ральфа и Турбо? И почему Ральф не воспользовался шансом также сломать игру, в которой он есть, и просто перейти в другую? Ему же так нравилось быть в других играх, по типу стрелялки с жуками или в сладком форсаже. Просто Ральф совсем не того типажа злодей. Он хоть и обладает огромными руками, которые готовы ломать все на своем пути, огромными зубами и страшным угрюмым лицом, он в душе очень добрый и хороший парень. Он не хотел навредить просто никому. Он не был эгоистом, как вы помните, в один момент ему удалось достать и медаль, и приехать в свою игру. Но он там не остался, ибо его мучила совесть за девочку Глюк, которой он, конечно же, дорожил. А вот мистер Турбо, притворявшийся под видом мистера Сладкое Величество, он единоличник и эгоист. Он не посмотрел на то, что из-за него другая игра была отключена, и он явно не посчитался с девочкой, заковав ее в своей видеоигре как Глюк. Он настоящий злодей и, по сути, не важно, есть у тебя мышцы или нет. Если ты в душе злодей, то ты так и останешься злодеем, а если ты добрый и у тебя есть сердце, и ты стараешься не только в угоду себе, то злодеем ты быть никак не можешь. Это пытается нам объяснить фильм, показав различия между двумя антигероями. Даже это объясняет, почему вторая игра про гонки при вторжении Турбо зависла. Ведь, к примеру, тот же Ральф спокойно появляется в различных играх. Его вы можете заметить как в 8-битной игре, так и в 3D-игре, где уже крутая графика, и ничего не крашится. Видимо, дело все в намерениях и целях. Когда Ральф дружелюбно выполняет все действия стажера, чтобы перейти в другую игру, рассказывая, что он не носит с собой оружие и у него хорошее намерение, Турбо нарушает все законы игрового мира и вторгается в код игры и делает там все, что захочет. Он полностью негативный персонаж, которого даже другие игры нормально не воспринимают. Даже если взять небольшое начало, Ральф не просто так требует к себе уважения и понимания. Он не просто так рушит дома направо и налево. Он пытается так внести всю злобу на мелких людишек, которые из его огромного чистого леса сделали небоскреб, срубив все деревья. Он рушит не просто потому, что я сильный и могу. Он рушит из-за злости, что его дом разломали и построили уже другой. Каменный и явно не для него. Турбо же такие предпосылки не оставляет. Он не был запрограммирован с какой-то особой предысторией. Он простой герой ЧСВшник, который каждый раз берет победу над другими. Авторы нам так хотели это показать, что даже обесцветили других гонщиков, чтобы акцентировать внимание лишь на лидере гонки. Поэтому, когда Турбо перешел уже в сладкий форсаж, он не мог смириться, что Венелопа, так зовут девочек в люк, является лидером гонок. Но победить ее в честном бою он не может. Поэтому что нужно делать? Правильно, перепрограммировать ее, стерев память у других игроков, чтобы показать им, мол, вот какая она плохая девочка. Его оплошность и косяк были в том, что он на деле взял своего напарника Кислинку. И ему не очистил мозг, если можно так сказать. Поэтому Кислинка и слил всю информацию, доступную ему от Турбо Ральфу, который сразу же воспользовался этой информацией в правильном русле и спас игровой мир. Поэтому Турбо и Ральф хоть и являлись поначалу злодеями, внутри они совершенно разные. И Ральф исправился, став настоящим героем. Вот такие интересные загадки и теории открываются нам в фильме Ральф. Если вам понравился ролик, то не забудьте поставить лайк и нажать на колокольчик. Так вы поможете каналу. Также не забывайте подписываться на друзей, я думаю, им будет приятно. Ну вот еще с вами был Санчес, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. И пока!